Всем привет! Меня зовут Илья, и в этом видео мы рассмотрим основные методы и способы быстрого поиска нот на грифе у бас-гитары и не только у бас-гитары. Эта тема довольно интересная, довольно полезная и новичкам, даже если вы взяли вчера инструмент, или вы даже профессионал, играете 50 лет на инструменте, вы все равно пользуетесь вот этими вот методами, о которых я сегодня буду рассказать. А новичкам, кстати, это особенно интересно, лучше сразу выучить, лучше сразу этим позаниматься, чтобы потом не тратить лишнее время, лишнюю энергию и силы на то, чтобы придумать какой-то велосипед. В общем, мы сегодня рассмотрим основные способы, какие-то довольно известные, какие-то, я думаю, что вы и так без меня знаете, но какие-то способы, может быть, вы и не знаете, поэтому давайте же начнем поскорее смотреть это видео. И начнем мы с самого начала, с самого важного в плане грифа, в плане нот на грифе, это первая позиция. Если вы, например, новичок и перед вами встал вопрос, или просто не новичок, но не знаете нот на грифе, например, то, что такое может быть в теории, никто не исключает такого варианта, то вам в первую очередь нужно обратить внимание на первую позицию, это первые 4 лада, первые 4 пальца и выучить ноты именно в первой позиции. На самом деле, ноты в первой позиции, это вам достаточно будет, чтобы сыграть большинство песен, на самом деле, для аккомпанементов и даже сочинять какие-то крутые рифы будет достаточно, зная первую позицию, выучив хорошо, досконально на зубок, чтобы вот ночью вас разбудили, вы сразу все ноты сказали в первой позиции. Итак, начнем с первой методики, это так называемый октавный метод, самый распространенный, наверное, метод по поиску нот быстрому на грифе. Значит, давайте посмотрим на примере струны ми, струны 4, возьмем мизинец, поставим, например, на ноту соль, извлекем звук, послушаем, это у нас нота соль, и если мы возьмем мизинец и сыграем, значит, извлечем звук через струну и через лад, то мы получим, соответственно, такую же ноту соль. Этот работает у нас по всему грифу, но кроме, соответственно, первой и второй струны. Что касается первой и второй струны, то этот метод будет работать наоборот. Например, мы взяли ноту ми, мы также можем построить вниз по этой же схеме, по этому же алгоритму, через лад и через струну, мы найдем, соответственно, также ми, то же самое ре. И также для струны ре этот алгоритм будет работать наоборот, то есть мы будем вниз строить. Например, возьмем, ну, скажем, ля, мизинцем лучше сразу привыкнуть к этому, и, соответственно, взять также по этому нашему алгоритму, который мы только что с вами вычислили путем математических вычислений долгих, с помощью программных всяких, с помощью языков программирования практически мы выяснили вот этот момент. Значит, это очень популярный метод, он очень полезный, он вам позволит найти какие-то ноты интересные, какие-то разнообразие свои рифы, уйти от тоники, как-то разнообразить звучание, также октавы используются во многих рифах, во многих музыке, это один из самых используемых вообще интервалов, наверное, на бас-гитаре уж точно, встречается в очень многих песнях. То есть сразу лучше, если вы, например, новичок, даже если вы профессионал, вы это все равно не забываете, но если вы новичок, тем более сразу запоминаете вот этот октавный метод, сразу мизинец и указательный палец, и вот эту схему мы играем. Продолжение следует... Второй метод поиска нот быстрого на грифе, его мало кто знает, это касается соседних струн. К примеру, смотрите, давайте опять же создадим алгоритм с вами. Вот, например, возьмем струну, ну, скажем, вторая струна, наша ре, и возьмем вот на третьем ладу нашу ноту фа. Смотрите, если я, например, буду действовать по четкому математическому алгоритму, смещу указательный палец через лад, и поставлю мизинцем вот сюда, в этот лад, значит, поставлю его, то у нас получится та же самая нота. Смотрите, фа смещаем на лад, ставим мизинцем. Например, нота си бемоль, смещаем на лад, вот на си бемоль у нас сместили через лад, и сразу мизинец у нас встает. Мы располагаем нашу руку в стандартную позицию, соответственно, у нас сразу и ищется аналогичная нота. Та же, вот, например, си, переместили указательный палец, мизинец поставили. И сразу у вас уже машинально вот этот вот алгоритм вырабатывается, и вы находите такую же си, вот она, одинаковая октава будет, такая же нота си. Очень полезный метод, особенно для перехода между струнами, то есть между соседними струнами. Если первый метод был октавный, он так через струну там, вот, то здесь мы можем быстро передвигаться между соседними нотами. Тоже очень интересный метод, его часто можно использовать, например, перенести аккорд какой-то, например, неудобно играть, можно перенести сюда, в эту позицию. Потренироваться 15 минут, вот этот алгоритм действия, еще раз повторю, да, через лад, указательный палец смещаем, и мизинец уже у вас расположен, будет автоматически там, где надо. И вы находите вот ноту до. Раз, фа, там, си бемоль. Отличный метод. И последний, третий метод поиска нот на грифе быстрого, соответственно, изучения грифа, тоже это все в комплекте идет, собственно. Это метод маркеров, так называемый. Если посмотреть на бас-гитару повнимательнее, то мы можем увидеть расположение маркеров, точек на грифе. Они есть вот на самой накладке и сбоку. И вы можете посмех сказать, да что это-то все несерьезно, какие-то маркеры, зачем мне нужны вообще? Многие там, вот, варвики, например, вообще не делают маркеры. Но, на самом деле, шутка ли, но многие используют этот метод и именно точками быстро определяют. Например, смотрите. Особенно для новичков это актуально. Вот вы выучили в первой позиции то, что мы в начале видео говорили. Вот они все ноты, да, там фа. Соответственно, возьмем маркер на 12-м ладу, который есть на любом басу практически. На 99,2% басов есть вот этот вот маркер 12-го лада. Соответственно, у нас дает октава, открытая ми, и ми на октаву выше. Инструмент, кстати, вот месяц, нет, сколько у меня, три недели у меня инструмент лежал, и даже не расстроился вообще. То есть, настолько стабильный, я в шоке. Ну ладно, это другая тема. Значит, вот, например, мы ми возьмем, открытую, и возьмем такую же ми на нашей метке 12-го лада. Мы получим на октаву выше ми. Зная первую позицию, вот эти ноты, мы уже будем знать, что если мы на один лад сдвинем от вот этой 12-й метки нашей на 13-й лад, соответственно, мы получим уже ноту фа. И так далее. Нота ля, ля на октаву. Нам нужна си бемоль. Мы на один лад смещаем. Вот он си, си бемоль, си и до. Соответственно, мы можем быстро идентифицировать и ноты, которые, например, рядом с 12-м ладом. Этот метод работает очень довольно эффективно, особенно если вы, ну скажем, первые два года играете, еще не так хорошо знаете гриф, уже, ну, еще не на уровне подсознания, еще не настолько профессионально, а вот учитесь там два года, вам еще, допустим, вы не можете быстро прям идентифицировать. Вот этот метод, он очень вам поможет в поиске. Вы будете смотреть на 12-й лад, там, например, можно вниз или вверх сдвинуть и быстро найти вот от соль. Соль диез, соответственно, ля, си бемоль, быстро найти ноты. Вот. Без этой метки 12-го лада, как ни странно, как бы это не парадоксально звучало, конечно, вам было бы сложнее сделать без этой метки, искать быстро вот здесь ноты, потому что бы все слилось у вас в одно, все, весь гриф бы как бы как единое такое замыленное какое-то, серое замыленное что-то было бы, плоскость какая-то. А с метками можно быстро находить. Также метод, мы знаем, настраиваем бас-гитару, у нас открытая, например, на пятом ладу соседней струны будет такая же нота соль, например, да, тоже по вот этим меткам можно быстро ориентироваться. Опять же, даже можно выучить сразу вот эти метки, просто, если вы, опять же, новичок, выучить какие ноты на точках, и вы уже будете лучше ориентироваться. Вот такие, дорогие друзья, сегодня три метода, на самом деле, они очень распространенные, они эффективные, несмотря на то, что некоторые банальные, но я бы не сказал, что они такие банальные, их часто используют. Я до сих пор многие эти методы использую, поэтому, как бы, решайте сами. Я думаю, что вам будет полезно, если вы еще об этом не знали. И, зная гриф, идеально можно быстро все вот это вот находить ноты, быстро сочинять рифы, соло, аккомпанементы хорошо делать, в общем-то, настоящую магию творить вне Хогвартса. Вот эти все лады. В общем, ну ладно, короче. Все. На этом сегодня все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам видео понравилось. Подписывайтесь на канал, обязательно не забывайте. На Boost оставлю нотное приложение к этому видео с этими рифами, которые мы сегодня поиграли. Кстати, вот эти рифы, которые сегодня были, опять же, риф Артик Манкист тот же, он отлично иллюстрирует мощность первой позиции, что не обязательно знать много там нот, но много позиций. Можно даже в одной самой первой позиции делать классные рифы, не только играть какие-то аккомпанементы, а придумывать даже в первой самой основной позиции крутейший звучащий качевый риф. Поэтому, как бы, смотрите сами. Дело фантазии, дело, как говорится, творческого подхода, дело таланта и многого другого. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, заходите на Бусти, на ВК. В общем, всем любовь, доброта, всем пока.